Освещение зоны прохода в машинном помещении. Первое, на что обращает внимание инспектор Ростехнадзора, над входом в машинное отделение нет лампочки. В этой высотке на улице большой лифт меняли в 2010-м. После того, как он отслужил положенные 25 лет. Однако, несмотря на юный возраст, на этот лифт время от времени поступают жалобы от жильцов. Бывает, что вот этот лифт большой, в него садишься, уехать не можешь. Двери туда-сюда открываются, закрываются, открываются, закрываются. Так можно пять минут простоять и никуда не уехать. Инспектор Ростехнадзора замечает даже то, что в машинном отделении осыпается штукатурка. Может засыпать механизмы и повлиять на их работу. Тщательно осматривает все датчики, а также тестирует работу подъемных механизмов. Улетупо установлено с нарушением проехта. Обязательный этап проверки. Инспектор вместе с сотрудником обслуживающей организации, поднявшись на крышу кабины лифта, осматривает шахту и все механизмы в ней. Ваши архитекты замечания имеют информацию направляющих противовецов. Техническим обслуживанием лифтового оборудования занимаются организации, с которыми заключены договоры с управленными компаниями, с ТСЖ, СЖСК. В данном случае договор на техническое обслуживание заключен с управленными компаниями УК Заречья, с ООО «Евролифт». В двух других высотках лифты совсем новые. Кабины даже оборудованы антивандальными видеокамерами. Однако, по словам жильцов, и с ними случаются казусы. Ну, стоял, не работал, отключено, все было. Все, а так в основном хорошо работает. Пару раз бывали отключения, а один раз застревал. Но минут через 20 приходили, вызволяли из плена. В Казани, по информации Ростехнадзора, порядка 8 тысяч лифтов. 6 тысяч из них в жилых домах. После прошлогоднего сокращения штата за всем этим хозяйством приглядывают всего три инспектора. Все нарушения фиксируются для скорейшего устранения. Обслуживший персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты от поражения электрическим током. В отдельных лифтах не функционирует механизм ревиза дверей, кабины лифта. Такие нарушения, как сварные швы, крепление кронштейна у дверей шахты, не соответствуют проекту. То есть, выполнено срушение проекта. По словам инспектора, общее состояние лифтов в Казани оценивается как удовлетворительное. Однако, за выявленные нарушения должностные лица будут привлечены к административной ответственности. Эта проверка внеплановая. Поводом стала трагедия в Москве, когда в кабине лифта отвалился пол и погибла женщина. Лифты инспектируют по всей России. В Казани проверка продлится еще пару недель. Только тогда можно будет сделать окончательные выводы о состоянии лифтового хозяйства. Светлана Белова, Дмитрий Рыженко, Эфир 24. Райдонова. С понедельника по четверг. Премьера на телеканале Эфир.